Здравствуйте еще раз, Вероника Олеговна. Большое вам спасибо за то, что уделили нам время. Добро пожаловать в Азербайджан. Спасибо. В условиях санкций сегодня многие рынки сбыта российских товаров оказались закрытыми. Как вы строите свою работу в новых, современных, таких непростых условиях? Да, конечно, санкции закрыли определенные наши традиционные экспортные возможности, но я хочу сказать, что те недружественные страны, которые ввели санкции, составляют в структуре нашего несырьевого и ненаркетического экспорта 39%. То есть 61% в старой структуре нашего несырьевого экспорта составляют страны, которые не заявляли о намерении ограничивать свою торговлю с Россией и которые продолжают видеть в нас интересного, взаимовыгодного партнера. А как строите работу сейчас с Азербайджаном? Азербайджан всегда был очень важным для нас торговым партнером и у нас есть традиционная номенклатура нашего экспортного товара, который мы предлагали, предлагаем и будем предлагать на рынке Азербайджана. Но сейчас, с учетом обстоятельств, мы стали заинтересованы еще и в импорте, и мандат российского экспортного центра буквально не так давно был расширен и на импортные операции. Поэтому сейчас мы занимаемся как предложением нашим потенциальным азербайджанским покупателям российской продукции, российского экспорта, так и ищем те товары производства Азербайджана, которые могут быть встроены в цепочки в России. И это на самом деле очень важное дополнение, которое позволяет нам строить расчеты в национальных валютах, потому что сбалансированный торговый поток в обе стороны является очень важным для того, чтобы переводить расчеты на национальные валюты. Вы опередили мой вопрос как раз по поводу перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. Я так понимаю, работа идет уже эффективно в этом направлении. Действительно, мы достаточно давно говорили о том, что необходимо строить расчеты в национальных валютах как некую альтернативную систему платежей. Но когда есть для этого реальная необходимость, то эта работа начинает двигаться быстрее. И здесь действительно очень важно, чтобы была активизирована работа по сбалансированным, в том числе обратным торговым потокам. И здесь успех перехода на расчеты в национальные валюты зависит от синергии двух направлений. Это работы финансовой системы по созданию соответствующей инфраструктуры, платежам и по работе тех, кто обеспечивает именно товарную составляющую экспорта и импорта. Это все те институты, компании, которые работают по поиску удовлетворения спроса друг друга в той продукции, которая интересна и выгодна. Вы приехали в Азербайджан, приняли участие в открытии «Каспин Оилэнд Каз-2022» выставки нашей нефтегазовой, которая как раз начинает азербайджанскую нефтегазовую неделю, энергетическую неделю. С чем приехали российские компании на «Каспин Оилэнд Каз»? Эта выставка очень важная, в которой ежегодно проходят, и мы стараемся участвовать в выставке постоянно. И в этом году 50 российских компаний участвуют в выставке. Из них 20 компаний привезли мы в российский экспортный центр. И компании представляют различные оборудования, технологии, которые могут применяться в отрасли нефтегазодобычи, переработки. И это не только оборудование, но это и технологии, которые, на наш взгляд, могут быть интересны нашим азербайджанским партнерам. По состоянию на первые часы работы выставки для 20 компаний, которые привезли мы, уже было запланировано более 200 бизнес-встреч, двухсторонних B2B-встреч. И мы спрашивали компании об их планах, они с большим оптимизмом ждали этих бизнес-переговоров. И мне кажется, это хороший такой фактор, хороший индикатор интереса. И мы надеемся, что хотя бы какая-то часть, если этих переговоров перерастет в контракт, а это всегда взаимовыгодное сотрудничество, это будет очень хорошим вкладом в успех, традиционный успех, который эта выставка имеет среди ее клиентов. Азербайджан и Россия в начале этого года запустили проект Агроэкспресс. Все мы его очень ждали. И первый поезд уже последовал в направлении России. Сейчас, в ближайшие дни, буквально мы ждали обратный состав уже в Азербайджан. Остается в силе все это? Однозначно этот проект будет масштабироваться. Однозначно поезда будут ходить в обоих направлениях и заполняться взаимодополняющей друг друга продукцией. То, что мы видим сейчас важным элементом, который нужно доделать, доработать, это перевести документы, которые обязательно сопровождают грузы, в электронный формат. Это позволит упростить процедуры, связанные с обязательным контролем, контролирующими органами продукции, санитарным, таможенным контролем. Но позволит упростить эти процедуры и ускорить их прохождение. Вторая важная задача, которую, если мы решим, она тоже позволит ускорить и оптимизировать прохождение грузов через Агроэкспресс. Это оснастить составы пломбами, GPS-пломбами, которые позволят решить следующую задачу. Загружаясь в точки отправления и будучи опломбированным, состав гарантированно будет проходить до точки доставки с уверенностью для контролирующих органов, что продукция, которую проверили в одном месте, ровно в таком виде дошла до точки прибытия. Это действительно позволит оптимизировать все обязательные процедуры, которые существуют, оптимизировать и сократить время и расходы на их прохождение. Тогда Агроэкспресс будет еще более эффективен, чем он происходит сейчас. Нет, пределы совершенству. Большое спасибо вам, Вероника Олеговна, за интервью, за то, что уделили нам время. Еще раз добро пожаловать в Баку. Гостеприимный Азербайджан. Рада вас здесь приветствовать. Спасибо огромное. Я очень рада здесь находиться. Действительно, Азербайджан, Баку очень гостеприимный, поэтому мы с оптимизмом смотрим на продолжение нашего взаимовыгодного сотрудничества. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.